В минувшие выходные в Доме культуры посёлка Голубая Нива было необыкновенно оживлённо. Повод такому веселью был весомый. В этот прекрасный осенний день сельское поселение Голубая Нива отмечало свой 35-й день рождения. На праздники побывали и наши корреспонденты. Посёлок Голубая Нива. Его не увидишь на карте мира, но он так много значит для его земляков. Ведь здесь они живут, трудятся, отмечают свадьбы, держат на руках своих первенцев. Затем ведут их за руку в школу и так проходит целая жизнь. Потом появляются внуки, правнуки. Основан он в 1979 году. Такое красивое название посёлку было дано не случайно. Пшеничные поля – это Золотая Нива, а рисовые поля – Голубое зеркало воды. Константин Стригуненко в должности главы работает два года. Он рассказал нашей съёмочной группе об истории родного поселения. Вот там, где стоит посёлок, когда-то был лиман. Его осушили. И теперь, в данный момент, вы видите, какой компактный, уютный посёлок на этом месте. Население посёлка составляет 1870 человек. Всем жителям посёлка Голубая Нива я хочу пожелать крепкого здоровья, благополучия. И хочу сказать, что администрация сельского поселения Голубая Нива и впредь будет делать всё для того, чтобы здесь жителям жилось комфортно и удобно. Трудолюбие, доброжелательность, работа во благо своей малой родины – вот главное, что отличает жителей этого посёлка. Именно благодаря их труду посёлок Голубая Нива сегодня такой уютный, красивый, благоустроенный. По итогам анализа департамента ЖКХ Краснодарского края в 2014 году сельское поселение заняло 11 место по благоустройству среди 263 посёлков края. Здесь асфальтируются дороги, строятся новые детские площадки, освещаются улицы. В день празднования юбилея поселения дружные сельчане собрались в зале сельского дома культуры. Поздравить жителей приехал и глава Славинского района Роман Сенеговский. Любое село, любая территория, она славится своими людьми. Я хочу поприветствовать всех основателей этого посёлка, потому что 35 лет назад здесь были ещё плавни. Сегодня это территория, которая, я считаю, процветает, процветает благодаря вам, благодаря труженикам, которые вкладывают частичку себя. Для земляков выступали лучшие коллективы Славинского района – пели, танцевали. Также чествовали ветеранов Великой Отечественной войны, труда и тружеников тыла, благодаря которым сейчас у нас есть мирное небо над нашей землёй. Поздравили людей, которые стоят у истоков строительства и зарождения посёлка. Именно они внесли огромный вклад в развитие посёлка и заслужили почёт и уважение. Без дня вчерашнего не будет дня будущего, а будущее – это наши дети. В этом году посёлок Голубая Нива пополнился маленькими жителями. Родители вместе с новыми гражданами поздравили и вручили подарки. Также отметили первых студентов, отправившихся учиться по направлению рис совхоза, которые, отучившись, вернулись и до сих пор продолжают жить и трудиться в родном посёлке. Один из них – Александр Дэй – был первым студентом совхоза. Более 10 лет проработал на посту главы администрации сельского поселения. Посёлок буквально строился на его глазах. Я после службы в армии приехал в этот посёлок. Ну, в принципе, посёлка ещё не было. На въезде сейчас посёлка было несколько вагончиков. Это была контора будущего рис совхоза Чунинский. Ну и директор, по моему заявлению, дал направление в институт. Кубанский аграрный, сейчас университет, да, факультет строительства. Николай Собин вместе с супругой живут в Голубой Ниве практически с его основания. К моменту, когда они приехали, половина посёлка только строилась. Вспоминает Николай это время с улыбкой. Говорит, молодёжи было очень много, все были дружные. Прожитые здесь годы он очень ценит. Ну, мы где-то в пределах 28 лет прожили здесь с супругой. Три детей воспитали здесь. Ну, короче, моя жизнь, молодость, жизнь моя прошла в этом посёлке. И пускай посёлок Голубая Нива – это то место, которое частенько называют провинцией. Но зато она родная, прекрасная и единственная для всех её жителей. Тина Копачевская, Александр Косицын, Константин Монастыренко. Программа «События».